Ольга Кожевникова установила антенну на балконе. С ЖЭКом она это не согласовала. Теперь придется демонтировать устройство и заплатить штраф. Мастера просто молча на балконе установили. Установила ее для того, чтобы смотреть телевизор, каналов 100 хотя бы, чтобы был выбор, из чего смотреть. А потом сказали, что так нельзя поступать и нужно демонтировать ее. Что теперь делать, я не знаю. Эти четыре антенны установлены нелегально. Их разместили на машинном помещении. По словам коммунальщиков, это может привести к обрушению стены. Закрепляя антенну на крыше или парапете, рабочие повреждают рубероид. Из-за этого квартиры на верхних этажах затапливают. Если же оборудование на вентиляционном канале, это грозит жильцам отравлением угарным газом, рассказывает Юрий Мирошниченко. Получается подсос воздуха. То есть воздух вместо того, чтобы выходить вертикально вверх, его наоборот затягивает вовнутрь. В результате чего многие люди просто могут отравиться угарным газом, который из-за того, что ветер вихревые токи создает и получается обратный ток, люди могут отравиться. Всего с начала года в Донецке демонтировали 2500 антенн. Оштрафовали 300 человек. Даем предписание. Три дня на исполнение. В случае отсутствия мы эту антенну демонтируем и возвращаем собственнику. Данная работа проводится постоянно. Владельцев нелегально установленных антенн также штрафуют. Сумма взыскания от 50 гривен до 1500. Инга Лапикова, Алексей Костюк, Панорама.